Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск, в котором вы узнаете о самых интересных событиях из автомобильного мира. И в сегодняшнем видео я расскажу вам о следующем. General Motors рассказала о технических характеристиках нового Hummer. Toyota представит в этом году хардкорную версию Supra. Lexus готовит новое поколение премиального внедорожника LX. General Motors опубликовала несколько коротких видеотизеров, приуроченных к премьере нового Hummer. На видеороликах, кроме красочных заставок, также были указаны кое-какие технические характеристики будущего пикапа. И вот что известно на данный момент. Новинка получит силовую установку с отдачей в одну тысячу сил. А теперь задержите дыхание. Крутящий момент составит 15590 ньютон-метров. Такие показатели помогут огромному пикапу набирать первую сотню чуть больше, чем за три секунды. И это просто фантастика. Увы, но пока производитель не сообщает, сколько именно моторов получит новый Hummer. Но вероятнее всего будет доступно несколько версий. Ожидается, что даже самая слабая будет оснащаться двумя электромоторами. Также неизвестен и запас хода и емкость аккумуляторной батареи. Известно лишь, что источники питания для будущих Hummer будут разрабатываться с LG на совместном предприятии в Огайо, а сам электрический пикап будет собираться в Детройте. Напомню, что еще в конце прошлого года американский автомобильный гигант принял решение возродить легендарное имя и запустить в производство под брендом Hummer полностью электрический пикап. Вероятнее всего, на такое решение компанию сподвиг небывалый успех Tesla Cybertruck, а также заява Ford о том, что разработка первого электрического F-150 идет полным ходом. И в GM решили не отставать. Премьера электрического Hummer запланирована на 20 мая этого года, а в производство автомобиль поступит в следующем году. Спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing разрабатывает хардкорную версию Supra. Об этом сообщило авторитетное японское издание Best Car Web, ссылаясь на свои источники внутри компании. Такой вариант развития событий кажется вполне реальным, учитывая, что в недавнем интервью главный инженер Toyota Tetsuya Tada сообщил, что в планах компании ежегодно выпускать новые варианты купе. Так вот, если верить докладу Best Car Web, то будущая новинка сохранит трехлитровую рядную шестерку производства BMW, отдача которой составит внушительные 400 лошадиных сил. А вот касательно трансмиссии, увы, не все так радужно. Tada обмолвился, что такой вариант вероятнее всего не получит механическую коробку передач из-за экономических соображений, но не исключает появление такой модели в дальнейшем будущем. Внешне новинка будет походить на концепт Toyota Supra 3000 GT, а также получит кое-какие изменения в интерьере. Если верить источникам, то компания представит новую Supra до конца текущего года. Lexus разрабатывает новое поколение премиального внедорожника LX. Об этом сообщило японское издание Best Car Web, которое очень тесно дружит с рядом лиц внутри компании. Да и пора бы уже, ведь нынешнее поколение производится с 2007 года. По заверениям издания, будущая новинка сохранит большой V8, но лишится V-образной шестерки, которая станет частью гибридной силовой установки. Также автомобиль получит новые системы безопасности, более продвинутую мультимедиу и абсолютно новый салон. По слухам, новый Lexus LX будет представлен в этом году вместе с новым Land Cruiser 300. Верить ли данной информации или нет, каждый решит для себя сам. От себя могу добавить, что автомобильное издание Best Car Web пользуется большим авторитетом у себя на родине, так что будем надеяться, что парни не ошибаются. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Оставляйте комментарии по поводу услышанного и увиденного, а также не забывайте за наш инстаграм, в котором есть календарь премьер, благодаря которому вы не пропустите презентацию любимого автомобиля. Ссылку на группу я оставлю в описании к этому видео. Всем удачи, пока!